Если говорить о бордере МКС, вы высказали интересное мнение, что решение ГАГСского суда по Путину сейчас лучшее время для потенциальных, создает основу для потенциальных протестных движений в России. Это очень важный параметр. Есть ООН, международная институция, в которой должны были бы принимать определенные решения в случае возникновения тех или иных конфликтов. Россия поправила. Есть международное право, которое четко фиксирует, как между собой страны должны разрешать те или иные споры. Есть МКС, Международный криминальный суд, который должен, условно говоря, фиксировать факты нарушения разных видов права международного, военного и так далее, и, соответственно, выписывать ордера. Это в рамках Акраинского статута подписано 123 странами, которые четко зафиксировали, что да, они считают, что есть некий универсум, в рамках которого мы должны разбирать те или иные ситуации. Вот этот универсум сегодня выполнен по отношению к России. То есть, грубо говоря, политические элиты, глобальные политические элиты приняли для себя принципиальное решение не считать субъекта Путина легитимным. Да, он там на внутреннем рынке, безусловно, контролирует ситуацию еще, то есть, грубо говоря, де-факто Россию контролирует, но с юридической точки зрения он уже никчемен. То есть, соответственно, к нему можно применять другие нормативы. И международное сообщество косвенно говорит любым гражданам Российской Федерации, что если вы с оружием в руках будете уничтожать встретителей путинского окружения, будете с ними достаточно жестко обходиться, это будет восприниматься не то, что позитивно, это будет восприниматься легитимно. Это очень важный аспект. То есть, грубо говоря, всем потенциальным оппонентам, представьте, протесты, партизанских движений в России, как бы сказано, смотрите, Путин не является человеком, который может приехать за стол переговоров и с кем-то о чем-то говорить с точки зрения перспективы. Соответственно, вы можете делать в России любые шаги, которые будут направлены на ускорение трансформации политической системы для того, чтобы вернуть Россию все-таки в рамки международного права. Это очень важный аспект. Он как бы подчеркивает резкое ослабление, еще раз подчеркиваю, легитимности Путина на международных рынках. Это чрезвычайно важно, потому что в России это действительно постепенно начнет реализовываться вот в эти протестные движения. То есть вы думаете, что россияне все-таки эти шоры с глаз могут снять и понять, что действительно они живут в стране изгое, правят им в 5 минут уголовник? Я не думаю, что они так характеризуют, потому что Россия это в принципе страна, которая подавляющая часть населения предпочитает такую, знаете, уголовную романтику. То есть шансонные лагеря, вертукайчики, то есть блатная лексика, жорганизмы и тому подобное. Потому что Россия в принципе живет в этой стилистике и всегда жила. То есть давайте вот преснопамятную русскую большую культуру. Это там 5-7%, 10% максимум всего наследия, которое Россия генерирует. То есть постоянно. На самом деле это очень такая как бы гетированная часть того, что такое современная Россия. Ну или вообще Россия с точки зрения исторического процесса. Так вот, в принципе, они не в такой категории думают. Они сейчас думают о том, что пахан, которым является, безусловно, мы его называемым, конечно, президент Российской Федерации. На самом деле, если использовать того же Шаламова или, допустим, того же даже Солженицына, нужно взять. Это классический такой, знаете, уголовный пахан, который правит сегодня Российской Федерацией. Безусловно, исходя из этого, они понимают, что этот пахан ослабел. Он уже не выполняет те функции, которые ему делегировались. Он не является представителем уже элит с точки зрения имени российских элит вести переговоры. Я не беру общую часть населения. Давайте говорить об элитах, потому что население, оно достаточно примитивно в России. Оно не способно к самостоятельному воспроизводству мыслей. То есть оно, грубо говоря, потребляет резанс продукт, который продают российские пропагандисты. И, соответственно, как таковой критического мышления у них нет. И, соответственно, они не могут нарабатывать какую-то дискуссионную панель, в рамках которой сказать, да, это нас не устраивает, это не наши ценности и так далее. Поэтому вот эту часть населения вводим в сторону, говорим об элите. Для элиты Путин был важен тем, что его боялись на внешних рынках. И таким образом он не за счет какого-то красноречия или какого-то там дипломатического навыка, или, скажем, какого-то навыка компромисного ведения переговорных процессов достигал определенные цели, важные для этой элиты. То есть, грубо говоря, легитимизировал и доходы этой элиты, не всегда законные, и возможность их приобретать акции других международных компаний, и возможность покупать имущество, и возможность интегрироваться в глобальную элиту. Вот это все гарантировал Путин. Сейчас элиты понимают, что наоборот, Путин делегитимизирует все, то есть, грубо говоря, обнуляет их коммуникации на Западе, ну, то есть там, где они привыкли жить, по сути, обнуляет возможность их сохранить доходы, которые у них есть, ну, или даже выведенные деньги, выведенные капиталы. И абсолютно точно он их подводит к тому, что они будут платить за те решения, которые принимал, безусловно, Путин, или там небольшое окружение, типа того же Батрушева, Нарышкина, там, ну, может быть, еще несколько человек и так далее. То есть, элита внутри начинает понимать, что чем дальше, тем большую личную цену каждый из них будет платить, вплоть, опять же, подчеркиваю, до юридической отсыпки длительной или даже до физического исчезновения. И у меня возникает вопрос, а зачем им платить по чужим долгам? Ну, то есть, грубо говоря, вот смотрите, берем элита, берем этих российских олигархов, берем крупных средних бизнесменов, которые годами накапливали определенный объем доходной части для себя лично, которые формировали определенные принципы жизни своих семей, которые уже, по сути, жили не в России. Вот зачем им сегодня все это разменять на хотелку Путина, который явно их обманул с точки зрения ожиданий от этой войны? Поэтому, конечно, они начнут косвенно финансировать те или иные протестные движения, плюс этнические протестные движения, потому что мы понимаем, что много регионов находилось под репрессивным давлением федерального центра. Я имею в виду этнические регионы, та же Бурятия, та же Ивенкия, та же, условно говоря, Дагестан и так далее, и тому подобное. Вот сейчас это все начинает разрываться, внутренняя материя начинает напухать и разрываться, потому что оказывается, что сдерживающих факторов нет, что нет никакой силовой вертикали, которую надо бояться, что нет никакой армии, которой надо бояться. Плюс вот этот ордер МКС, о котором мы говорим, это утрата, полная утрата страха перед Путиным на глобальных рынках, утрата эффективности и так далее. Все это процессы необратимо подтолкнут к серьезному внутреннему движу, в рамках которого в том числе могут быть и партизанские эффективные действия военного типа.